привет дорогие друзья хочу сегодня вам рассказать об одном своем интересном открытии помните в одном из моих старых видео я рассказывал вот такой вот камере 6 на 12 самодельной 3d печать какие объективы используют так далее видите здесь я уже вам демонстрирую если с такой л-образной ручкой вместе с тросиком очень удобно держать пользоваться нажимаешь она срабатывает помните я говорил что пользуюсь сикором от маме пресс 100 миллиметров он и он все-таки винирует углы затемняет мне это начало тем не менее все-таки раздражать я опустился в поиске объективов пока не нашел вот такой вот это у нас сумар 5.6 силы 105 фокусное расстояние шнайдер кроиц нах для камеры лингов он тоже не сказать что он для большого формата но тем не менее он кроет гораздо лучше 6 на 12 уже углы незатемненные я вам продемонстрирую как он фото это вот рисунок у него довольно интересный такой рисунок у него я бы назвал таким что ли беспощадным то есть он как есть так и рисует он очень и очень острый то есть его наверно характер характерный такой что характерная особенность что он передает картинку такой какая она она есть то есть она со всеми деталями с мелочевкой со всем но совсем чем можно то есть даже когда проявил первый раз просканировал с него фотографии показалось что нечто такое как от цифровой что ли фотографии то есть очень очень такой нет такого такого флера такого старого объектива есть такое четкое кондовое изображение но тем не менее конечно же за рисунок у нас будет отвечать сам фотограф как он подберется у нас сюжет компоновку кадр и так далее ну и сейчас он мне очень нравится вот и приобрел я еще к этому времени непосредственно камеру хорсман и пустился также в поиске объектива чем нам не понравилось то что можно распечатать вот такую вот доску 8 на 8 на 3d и и лепить на самом деле вообще любое абсолютно любого фокусного расстояния объектив и с помощью матового стекла наводиться и делать фотографии то есть пускаться в эксперименты эти мне показалось очень интересно и в поисках на авито я увидел вот такой вот объектив это тоже шнайдер кройтснах объектив для фотоувеличителя дурст называется компонон 5 и 6 105 как вы понимаете фокус на одно и то же светосилы одно и то же и вообще они очень похожи объектив у нас был продавался вместе затворным то есть человек который продавал засунул его в затвор но там затвор был не такой более древний затвор самая большая скорость была 300 и этот у нас компур 2 0 видно от камеры от камеры cs икон от маленькой и линзеблок отлично подошел сюда кстати видите я распечатал на 3d крышечки из такого мягкого материала на 3d не садятся очень клево и кстати в качестве рекламы это мой замечательный печатник снимаем я начал изучать вопрос и по иностранным форму формам оказалось что этот объектив компонон называют шумаром для бедных то есть он абсолютно одинаковые схемы оптической как и шумар сейчас я могу даже это продемонстрировать самое главное сейчас мне не запутаться и не поставить линзеблок от одного объектива на другой это у нас задний линзеблок от компонона откручиваем его откручиваем от сумара они абсолютно одинаково передний линзеблок также я начал изучать проспекты старые шнайдеровских объективов и оказалось да ни одной и той же оптической схемы чем они оптически отличаются совершенно непонятно и меня не кажется абсолютно ничем смотрите абсолютно одинаковых линзеблока объективы одни и те же а разница в цене у них по крайней мере на авито было где-то в четыре раза соответственно конечно компонент был дешевле вот конечно же я фото и на хорсманс и на этот объектив то есть он дает точно ту же самую такую детальную резкую картинку так же как и сумар то есть по рисунку не не отличается вообще ничем что вот такой вот прикол у ребята фотографии конечно я привожу спасибо за внимание а что а и а и и и и